И сегодня в нашей энциклопедии зимней олимпиады все о санном спорте. Детская забава превращалась в олимпийские соревнования постепенно. Первый свод правил появился в конце 19 века. Сегодня это квинтэссенция технологии силы и скорости. На ледовом спуске все решают доли секунды. Как выяснил Тимур Сиразеев, спортсмен в буквальном смысле чувствует трассу кожей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты без этого все равно жить уже не можешь. Я просто кайфую от того, что я еду. 40 метров в секунду или почти 145 километров в час они мчатся со скоростью урагана, такого как святой Иуда, пронесшегося над Европой в октябре прошлого года. Небольшие самолеты с такой скоростью взлетают. В Антуре трасса несложная была. Она была такая коварная. Если ты допускаешь на ней ошибки, она тебе ее вообще не прощает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь рискуют ради тысячных долей секунды. Разряд молнии длится дольше. За это время даже глаза моргнуть не успеешь. Но именно эти микросекунды в санном спорте отделяют победителя от проигравшего. Ты садишься в сан и берешься за ручки. Три-четыре раза покачаться на ручках. Потом плавно выкат вперед. И как можно максимально резко и быстро сложиться назад. Так вот резинку натягиваю, допустим, в рогатке. Вот нам также нужно растянуться и очень быстро выстрелить на старте. И потом тебе нужно еще очень быстро перенести руки на доталкивание. На перчатке мы приматываем специальные шипы. Мы втыкаем их в лед. И нужно себя протащить по льду, чтобы ускорить штуку. Казалось бы, простой толчок так любой сможет, особенно если силы есть. Проверить это мы пригласили Александра Ивашкина, победителя турнира «Славянское богатырство». От груди он жмет штангу в 240 килограммов. Руки вот как будто ничего такого особенного не сделал, уже бицепсы забились. Помимо того, что мы занимаемся развитием силы и скорости, мы не сопоставим вещи, пытаемся делать. Он должен постоянно сохранять состояние предельной чувствительности кожи, тактильной чувствительности. У него фактический усаночник, он спиной чувствует всю трассу. Чтобы чувствовать трассу, сани делают по форме атлета. Это как модный костюм от кутюр сотни мерок для идеального совпадения. От текателя обеспечивает аэродинамику, полозья обеспечивают правильное скольжение по льду. Сам полос состоит из металлического лезвия, которое смонтировано на деревянном, я подчеркиваю, именно деревянном каркасе. И между собой все это связано с композитной проставкой. От полозьев зависит сила трения. Спортсмены шлифуют их сами, вместо отдыха после тренировок. Если посмотреть, когда готовый полностью полос, он выглядит как зеркало. Не царапин, ничего, чтобы трение лучше было. Когда вы поймете, что все, сани готовы? Когда наждачка кончается. Еще одна сила, которая противостоит саночнику, сила сопротивления воздуха. Если скорость увеличивается в два раза, то всего сопротивление воздуха в четыре. Победить ее нельзя, но можно уменьшить. И здесь на помощь приходит наука. Это аэродинамическая труба. Мощные вентиляторы способны вызвать бурю. Здесь испытывали самолеты, легковушки, грузовики, статую Родина-Мать и даже целые микрорайоны. Без этих расчетов они беззащитны перед стихией. Сейчас вместо макетов и моделей – саночник. Минута прошла, еще 30 секунд. Ученые выясняют, какой костюм имеет наименьшее сопротивление воздуха. А значит, может дать преимущество нашим спортсменам. Разница настолько мала и неочевидна, что по-другому ее никак не определить. 11 стран закупили новые костюмы. Начался ажиотаж, что может быть там что-то такое есть. Может быть это чисто рекламный трюк. И вот мы хотели проверить. Костюм, полозье – главное. Сам спортсмен – секрет успеха. В управлении санями с ювелирной точностью. Вот, например, у нас жёлоб. Он же не вот такой, вот просто ты едешь прям как по рейсам. Вот ты можешь зайти, вот вираж начинается. Вот она, стенка пошла. Ты можешь проехать по этой стороне, посередине, ближе, либо сюда. Тут нужно либо рано войти, либо поздно. Все виражи разные, и вот мы учим их, проходим. В нашем голове получается? Ну да, ты как-то демонторно проходишь с закрытыми глазами перед самим стартом. Открываешь глаза, проходишь, как бы нам там сухой плавной. Каждый миллиметр трассы учат наизусть. Во время спуска спортсмен лежит так, что он почти ничего не видит. Это как шестое чувство – знать, где какой поворот. Перед виражом нога приподнимается, и сани послушно поворачивают. Но это совсем не то, что я вот так поднимаю, а вот там совсем мизерно. Хотя на самом деле все не так просто. Сани соприкасаются со льдом лишь одной тонкой линией – кантами. По ширине они как конек хоккеиста. Касание происходит на отрезке в 10-15 сантиметров. И чтобы войти в вираж, нужно перераспределить массу тела так, чтобы изменились места соприкосновения, полозив с трассой. Для правого поворота голова наклоняется в сторону виража, правое плечо давит на сани, нога со стороны поворота приподнимается, а левое наоборот – силой давит на верхнюю часть полозив. Повторить эти движения без долгих тренировок невозможно. Делайте как бы винт. Опа! Понимаете? То есть правой ногой, а, левой ногой и правым пушом. Не очень удобно на самом деле. Чтобы победить, нужно показать лучшее время по сумме нескольких заездов. В одиночных санях у мужчин и у женщин их 4. В двухместных здесь только мужчины 2. Исключение – эстафета. Этот вид соревнований впервые включен в олимпийскую программу. В команде три экипажа. Когда на финише саночник попадает в грушу, на старте открываются ворота. Можно просто ее не заметить. Вот ты едешь, все, откинулся, и просто грушу – оп, а груши уже нет, груша проехал. Получается, что саночник должен быть сильным, как тяжелый атлет, гепким, как гимнаст, умным, как физик и выносливым, как марафонец. И от того, кто лучше всех сочетает в себе эти качества, знания, и зависит победа. Тимур Сиразиев, Первый канал.